Вопрос не только наш, часто с убежными партиями когда общаешься, вот все доходят до того, во, революция и диктатура пролетариата. А как? Ну как? Ну мы же это самое, к власти придем, поэтому вроде как мы диктатура пролетариата, у некоторых даже как само собой разумеющиеся. Очень интересно смотреть за запалом особенно маоистов. Они очень правильно критикуют, вот Хрущева времена раскладывают, что отошли от диктатуры пролетариата. Когда большие книжки пишут, так сказать, с цитатами, вот мы с Михаилом Васильевичем как-то с немецкими ребятами беседовали, отличные парни. Но когда подходим к тому, а как? А вроде как надо не отказываться, тогда все будет нормально. А вот вопрос о том, что должны же где-то быть какие-то механизмы гарантирующие, какие-то объективные основания, на что надо опираться. Так? Вот как должно строиться? Этот вопрос, он довольно сложный и для них, да, как показывает практика, и для многих наших товарищей. Так? Тем более, что даже поверхностный такой взгляд, он показывает, что под советами, даже у нас, те, которые при советской власти жили, целую историю прошел народ, так? Так. Многие понимают совершенно разное, и разброс мнений чрезвычайно велик, иногда он даже поражает. Для них советская власть, это то, что было, значит, вот в 50-е годы, в 70-е, кто когда родился, кто еще помнит, то, что в кино видел. Есть другие, которые советская власть, это в основном название. И, например, товарищи из КПРФ довольно гордо ходят в Орле, у них одно время там было большинство в Совете, до сих пор Совет называется, представительный орган областной. И они даже себя в грудь били, что мы сохранили советскую власть. Вот, вот мы, это вы там, так сказать, потерялись. Ученый совет есть у нас. Вот у них ученый совет. Так. А кто-то считает, что советскую власть расстреляли в 93-м году, ну, в том здании, в котором располагался официальный орган тогда Верховный Совет РСФСР. РФ уже, да? РСФСР. РСФСР. Да. Хотя помним, что уже над зданием развивался флаг Волосатый, уже Хазбулатов там, да, и прочее. То есть, это довольно сложное такое, казалось бы, для нас во многом понятный вопрос, а вот для того, чтобы сформулировать. И на одном из занятий мы с вами уже проходили, я как-то вспоминал, даже для себя специально выписывал, что, значит, бывают такие построения теоретические, что прямо, значит, диву даешься. Например, в одном из документов товарищей из КПРФ, официальном документе, который, значит, носит такой претензии на полупрограммный характер, встречаешь построение. Нашей целью является движение к республике, к парламентской республике советского типа. И советской республике парламентского типа. Да. Они, причем довольно чистосердечно пишут, ведь они не потому, что там, Александр. Вот тут люди примерно в таком этом самом состоянии находятся. Или, значит, на научно-практической конференции в Иваново, на базе Ивановского университета, жаль, что казеного у нас сегодня нету, значит, в 2005 году, то есть это посвященная конференции была столетия образования Первого Совета, выступают профессора, доктора, причем те, которые диссертации защитили на истории Совета, те, которые саму хронологию, сами детали, ну, замечательным образом знают, его можно слушать там и записывать, так сказать, и он в огромную пользу может принести. Но у него доклад называется там Советы, как, значит, переходная форма рабочего парламента в России, найденная нашим народом, ну, и так далее, и тому подобное. И доказывает, преподносит и прочее, прочее. То есть, значит, пока мы отметим, что разброс мнений чрезвычайно великий, наша с вами сейчас задача, это, значит, постараться посмотреть ту теорию, которые есть, в первую очередь, конечно, Владимира Ильича Ленина, вспомнить практику, значит, как все это было, и, обменявшись мнениями, выработать собственную позицию, может быть, с чем-то поспорить и чего-то, так сказать, посмотреть. Значит, все мы знаем, что Владимир Ильич высказывал мысль, что Советы – это не выдумка большевиков. Никто, так сказать, и с теоретиком не сел с карандашом, сначала нарисовал, а потом там на практике воплощали в Ивана Вознесенске, а позже в революции, там, 17-го года или чего-то. И Владимир Ильич подчеркивал, что это та форма, которую сам российский, русский пролетариат нашел в процессе собственной борьбы. Борьбы стащичной, борьбы, так сказать, экономической, которая приобретала все больше элементов политической борьбы. И первым советом считается, значит, тот, который возник в 1905 году в Ивана Вознесенске. Ну, в Иваново, на более привычной форме. При этом сразу Владимир Ильич подчеркивал, и, наверное, многие эту цитату знают, что Советы рабочих депутатов – это не рабочий парламент и не орган пролетарского самоуправления. Вообще не орган самоуправления. Это боевая организация для достижения вполне определенных целей. Вот, значит, отталкиваясь примерно от ленинского определения, у меня есть такое вот предложение, дальше тему изучать. Таким образом. Сейчас сначала, значит, некоторые моменты ленинского обобщения пройдем, поскольку Ленин то, что пролетариат нашел или изобрел, или, так сказать, отработал в процессе борьбы дальше, уже за письменным столом, с карандашом, постарался изложить в виде принципов, в виде каких-то общих закономерностей построения, выявив объективную основу, значит, вот на чем она строится, этот Совет, и почему Советская власть, это мы сейчас уже знаем, значит, из той истории, которая человечество прошло, оказалась самой устойчивой, самой адекватной. Пока еще нет тех, которые превзошли бы 70 лет существования, а тем более нет тех, у кого за плечами такие грандиозные свершения, как у Советской власти, при всех тех минусах, которые были, прочее, прочее. Потому что, как бы мы не уважали наших ребят, там, кубинцев, например, но вот с моей точки зрения у них уже где-то начинается головокружение, и они привыкли слышать вивокуба. А вообще-то, ребят, вы пока еще ни по срокам не превзошли, ни фашистов не разгромили, ни в Космос первыми не полетели, ну и так далее и тому подобное. То есть, Советы, практика доказала, самая устойчивая форма. Мы беремся утверждать, что она, в том числе, адекватная форма, организационная форма для реализации диктатуры пролетариата. Так вот, что же Владимир Ильич при этом анализе систематизировал, записал на бумаге, значит, при подготовке, замечу, второй программы партии. Второй программы РКПНБ, тогда она была программа партии, при подготовке съезда. Значит, это изложено в, ну, в нескольких томах, можно посмотреть, в 36-м в основном, работая по наброскам в программе, значит, РКПНБ. В том числе, там есть такой раздел, в черновике, 10 тезисов советской власти, где, значит, можно это дело посмотреть. И вот, к таким вещам, которые Владимир Ильич, так сказать, вычленил и счел необходимому обратить внимание партии, соответственно, и трудящихся всех, относятся следующие моменты, вот основные. Первое, что избирательная единица и вообще первой ячейкой государственного строительства является не территориальный округ, а, значит, производственная единица, фабрика, завод. Это было записано в программе партии, в той программе, которая, так сказать, то самое, так сказать, там, Хрущевской действовала. Раз. Значит, второе, значит, что отсюда вытекало из первого? Доступность процедуры избрания и отзывов депутатов. Вот на фабрике и заводе знают, в коллективе смотрят. Попов Михаил Васильевич стал из товарища превращаться, так сказать, в господина, там, парламентарий требует уважения, на фабрике не появляют. Собрались, говорят, слушай, ты пока отдохни снова, так сказать, пообщайся с народом, мы там в следующем пока пошли. Николай Николаевича в этом деле. Третий принцип, который здесь же, так сказать, идет, что, значит, полный отказ от парламентаризма и совмещения функций, значит, законодательных, исполнительных. Сами приняли решение, сами выполняем, сами, так сказать, двигаемся вперед и прочее, прочее. Значит, к этому же постепенное поголовное обучение и привлечение всех трудящихся к управлению государством. И здесь, значит, все мы помним знаменитую цитату или ленинское высказывание про кухарку, которой так много досталось. И замечательно помним, что Ленин с этого и начинал, что мы не утописты, и никакая кухарка не может сразу приступить к управлению государством. И здесь мы согласны с кадетами, там, с меньшевиками, с Церетелью, еще с кем-то, с Бережковской. И все наше отличие заключается только в одном. В том, что мы настаиваем на немедленном разрыве с тем предрассудком, что управлять могут только богатые или из богатых, значит, слоев взятые чиновники. Вот смысл-то. Поэтому он требовал привлечения и обучения, обучения делу управления государством всех поголовно, всей бедноты, всех эксплуатируемых классов. Немножко перескакиваю по времени. Сегодня это имеет свое продолжение. После того, как выдвинут проект Родфронта, создание классового фронта, ребята из Петербургской организации КПРФ на своем сайте не удержались и, так сказать, попробовали уже оппонировать. Сказали, а, это тут, значит, РКРП и прочие деятели против КПРФ строят козни. Вот они нас упрекают, что у нас нет ни одного рабочего в парламенте. И на Ленина ссылаются. Да, Ленин был прав, потому что тогда, в тех условиях, вся интеллигенция стояла на буржуазных позициях, и Ленин вынужден был ставить вопрос о привлечении бедноты и рабочих к управлению государством. Но сегодня, вот прочитайте, кому это самое, у кого время есть, обязательно прочитайте на сайте КПРФ, но сегодня, в то время, когда за советское правление воспитан огромный слой специалистов, интеллигенции, которые имеют управленческий опыт и так далее, совсем нет необходимости снова обращаться к кухаркам. Это глубокого ошибочно, товарищи, так сказать, хреновину порят и прочее, прочее. Вот. И именно из таких специалистов, из такой интеллигенции состоят вся фракция КПРФ в Госдуме. Поэтому там рабочих нет. Понимаешь, это же теоретическая позиция, они же подводят к этому. Ну, мы им там ответили, правда, что, ребят, в общем-то, вы, если простым языком переводить, ставите крест на словах гимна, там, никто не даст нам избавления и прочее, прочее. Потому что речь-то идет не о том, что мы хотим побольше, там, токарей-пекарей в Думу протащить, а о том, чтобы привлекать людей к участию в политической борьбе, самих, сами широкие массы в этом деле. Вот как перекликаются эти вот тезисы и, значит, сегодняшняя реальность. То есть это вполне актуальные вопросы и для сегодняшнего дня. Значит, целый ряд тезисов еще, значит, прошу посмотреть, и кого это глубже интересует, вот отправляю к работе Владимира Ильича. А сейчас я предлагаю нам, значит, перекинуть мостик в 1905 год, посмотреть, как развивались события там, при организации вот стачки, при организации Первого Совета. И мы увидим, так сказать, будем чувствовать, вот как вот эти принципы, которые потом Ленин вычленил на бумаге, изложил, как они зарождались, как они находились, и как они в том числе могут иметь значение для нас сегодняшних, и для той борьбы, которую мы здесь будем организовывать. Так получилось, что у меня супруга из Иваново. И вот я, значит, будучи в отпуске, там во времена уже перестроечные, когда мы уже занялись маленько, значит, политикой по сопротивлению Михаилу Сергеевичу и всей этой Горбачевщине, находился так, и пошел я в музей, там называется музей Первого Совета. Так, отличный был музей, диорама там прекрасная, но на родишку уже тогда почти не ходило. Ну, имена уже такие начались. Поэтому меня с удовольствием там под белые ручки взяли и, так сказать, все мне растолковывали, объясняли, показывали и рассказывали, и на мои вопросы отвечали. Значит, прежде всего Иваново уже был приличным таким промышленным центром. Порядка 80 тысяч жителей и где-то под 40 тысяч рабочих. Примерно 54 работающих всего, а 40 тысяч, там 35, 40 вот так рабочих считалось. Поэтому дела. Значит, 34 крупных таких единицы завода, это те, которые были представлены в Совете. Крупные. В стачке участвовали всякие разные, и не только промышленный пролетариат, а и прачки, и почтовые служащие, и даже какие-то приказчики из лавок, и прочая-прочая публика в этих делах. Значит, положение пролетариата, там, наверное, типовое для России. Рабочий день от 11, там, чуть ли не до 16 часов. Заработная плата от 7 до 20 рублей. Значит, вот для сравнения, что ли, снятие комнаты стоило примерно 5 рублей. Это большие деньги стоила комната, поэтому сплошь и рядом жили несколько семей в одной комнате, и скученность была, будь здоров, какие-то. Кстати, это было типовое, вот у меня бабка из Шлиссельбурга, у нее, значит, отец был слесар-лекальщик на пороховом заводе. У них было 13 детей в семье и жили в одной комнате. Вот, мать, отец и 13 детей. Она была где-то в районе 20 метров, так вот, по воспоминаниям, и прочее-прочее. То есть, довольно типовые условия. Значит, социальное обеспечение по тем временам мы всяко-разное. Да, библиотека по разным источникам народная, то ли одна была, то ли не одно и две. Зато, опять же, по разным источникам, значит, от 150 до 200 питейных заведений, винных лавок и прочих, так сказать, народных точек, где пролетариат оттягивался и, так сказать, наверное, это дело поощрялось. С сегодняшними равенами аналогии, так сказать, любой может провести, и все это по всем делам. Опыт стачечной борьбы уже был, потому что первые стачки относятся к 1897 и прочим-прочим годам. Организация РСДРП, значит, имела примерно около 500 штыков тока в Ивановском этом самом городе. В принципе, город был безуездный, Владимирской губернии. Причем, в основном этот пролетариат был, эти большевики были рассосредоточены по промышленным предприятиям. Значит, интеллигенции было среди них мало и даже. Фурунзо вот в своих воспоминаниях отмечал, что в Иваново я столкнулся с новым явлением. Конечно, рабочие были и в Москве, и в Питере, и так далее, но здесь, как ни странно, вот особенность была в том, что сплошь и рядом, проходите, вот на первый ряд, товарищ профессор, да. Сплошь и рядом они занимали руководящие должности. То есть, если где-то в столице часто терялись ребята, значит, среди там умных голов и профессоров и прочих, то здесь, говорит, вот этого не было наоборот. Все это, значит, это примерно вот эта фотография, как чего было, значит, стачка началась, в общем-то, по призыву большевиков комитета, где-то там 12 мая, значит, подробности, наверное, и хронология нас меньше интересует, интересно вот что. И дальше, вот как я, значит, подходил к мысли, как образовывался совет. Вот бастует. Очень скоро бастовать начали через несколько дней, примерно 30 тысяч человек, потом оно дорастало, в самом Иваново доходило до 40, вместе с округой, там, Тейково, Кохма, Шуя, Вичуга и прочее, прочее. Считается, что за все вот эти дни, 73, что ли, с тачки, порядка 70 тысяч участвовало в разные времена в общих событиях. Сегодня мы по всей России за год, черт из вас, столько соберем, там, вся оппозиция вместе взята и так далее. И вот 30 тысяч очень быстро начали бастовать, а вообще забастовка дело веселое, да, дома сидеть не будешь, на фабриках там, и так далее. Значит, собираться они начали в районе реки Талка. Что там, лук и лук, речка маленькая, там, митингуют, обсуждают, рассуждают. И вот у меня все время вопрос был, слушай, как митинговать-то, это самое? Ну, хорошо, у нас хоть какие-то мегафоны там появились, и то, скажем, в 89-м, 90-м году один мегафон, наверное, на все наши движения, ком инициативы был, если еще был. А тогда, как вот, ну, пусть не 30 тысяч, пусть 10 тысяч собрались, а вот когда книжку читаешь, ну, по дням расписано, 15 тысяч, 20 тысяч собрались в районе Талки, 10 тысяч, так далее. Как вот митинговать там? Ну, вот, значит, вы работали, разбились на кружки своеобразные, да, и в кружках идет обсуждение. Повестка дня может быть типовая или одна и та же, значит, каждый кружок обсуждают. Ораторы между, значит, кружками хороших на руках несут к следующему кружку, плохих там, шею гонят там, пошел ты где-то. Вроде кружки и кружки, однако, когда, значит, присмотрелись по вполне понятным причинам, каждый кружок собрал ребят со своего завода. Тут, значит, комвольный комбинат, там, там, первая сица набирная, там, там, Батулина, там, какого-нибудь Каратаева купца, ну, и прочее, прочее. То есть, по производственному признаку собрались, ребята, значит, кто кого знал, как чего, и каждое производство обсуждало одни и те же проблемы. Через какое-то время, поскольку речь шла об общих требованиях, и они были выдвинуты очень быстро, сначала их было 16, большевики, так сказать, помогли, потом, ну, они доросли до 26. Вот эти требования здесь вот изложены, как сейчас раздам, по рядам посмотрите, так, значит, эти требования там обсуждались. И поскольку надо было вести переговоры, то родилась идея, что давай-ка мы от каждого кружка и будем выбирать депутатов. Значит, и стали это дело выбирать. Выбирали от кружков, и получилось от производства. Соответственно, наверное, смекнули, что и пропорционально численности, сколько от какой фабрики. Максимальное было от, я уже забыл, там, как она называлась, ну, около 10 или там, около 20 депутатов, от самой большой. От маленьких было и по одному, и по два, и прочее, прочее. Требования посмотреть, они интересны, потому что это светокопия стиль, язык, и все, так сказать, сохранилось. И постепенный переход от экономических к политическим, как тут заложен, так. Потому что начинали, конечно, восьмичасовой рабочий день, помните, он на некоторых фабриках там заходил чуть ли не до 16 часов, вообще. Так, и декретные, и отмена сверхурочных, и выходных, и ночных, и отмена полиции и фабричных тюрем, то есть каталажек, так. И декретные отпуска, и кормление детей, и детские ясли, и так далее, и тому подобное. И в том числе, в конце переходило, значит, неприменение полицейских мер, а то мы за себя не вручаемся. И свободно собрание митингов, демонстрации слова печати, и свободно стачечной и профсоюзной деятельности. Все ближе к политике, а затем, значит, требование учредительного собрания. На бумаге здесь этого нет, но после того, как была кровавая расправа, к которой мы подойдем 3 июня, насколько я помню, и далось ему державе тоже сюда. С этой стороны посмотрите структуру Совета, к которой мы тоже подойдем, и вручу пару цитат Владимира Ильича, которые полезны, придам. Пустите, пусть это само так, идет и относим. А вы пустите буклет, только прошу вернуть назад, он довольно интересный, это, значит, из музея Первого Совета, я там уже, который открывался при современности. Таким образом, вот, был нащупан принцип организации, значит, общего органа, который создавался для, в общем-то, переговоров, но, как мы увидим, очень скоро стал брать на себя вполне определенные властные полномочия. Просто жизнь заставила, не потому, что они там... 151 человек, ну, в некоторых источниках 150 называется, избран. Значит, представляли рабочих, был один служащий только, так сказать, один служащий, и то не во всех источниках это указано, значит, в составе Совета. Значит, чрезвычайно молодые ребята по составу, вот, в большинстве источников называется средний возраст 25 лет. Значит, председатель Совета гравер Ноздрин, Авенир Ноздрин и Венир Евстигнеевич, по-моему. Гравер, это высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые специальности. Как я понимаю, они гравевали рисунки для нанесения на ткани, там, в соответствующих пластинах, там, и прочее, прочее. Значит, примерно 70 членов РСДРП, то есть почти половина. Солидное очень, как мы видим, влияние, а, соответственно, и для себя делаю вывод о влиянии партии на производство тогда, где у них была основа и на чём они, ребята, держались. Значит, 25 женщин, насколько я помню. Значит, вот на обратной стороне Леска, посмотрите, это структура Первого Совета. То есть, 150 человек, они требуют управления, не просто так, это самое, да? И поэтому был избран президиум и образован целый ряд комиссий. Значит, в том числе комиссия стачечная, которая, собственно, вот этими процессами занималась. Милиция своя, которая занималась охраной проводимых мероприятий, охраной лидеров. Народный суд при ней был за проступки перед всеми, там, отвечала. Это было очень морально, говорит, неловко, тяжело, и боялись, как этого огня, этого дела. Запретили продажу спиртного, и в воспоминаниях даже написано, что такого порядка в городе. И никогда не было её, что-то тут, и захочешь негде, так сказать, принять на грудь и пройти, так? Комиссия финансовая, и худо-бедно за период стачки 13 тысяч рублёв прошло через финансовую комиссию. Прикиньте, это немалые деньги, которые... Причём, значит, не только деньги пожертвования самих, кто там был, или поступления там из других регионов, с Кутиловского завода, там, с Апуховского поступали, но обращаются к совету, значит, купцы или фабриканты. Будьте добры, надо вот такие-то работы провести или завершить, иначе может, так сказать, в силу технологического цикла, где-то погибнуть там товар. Ну, кожа вымачивается, ещё чё-то там, чё-то где. Принимает совет решение, что если желающие есть, хорошо, отпускаем, можно выполнить эти работы, но весь заработок в забастовочную тассу, значит, должен поступить. Продовольственная комиссия при этом же совете, причём опять целая система организации работ. Значит, деньги переводятся авансом в потребительскую комиссию или общество там, а дальше нуждающиеся обращаются к своему депутату, тот докладывает президиуму, президиум выдаёт ему соответствующие чеки, талоны, он идёт и отоваривается в продовольственной или потребительской этой комиссии, получает товары. А тем, у кого дети маленькие, до трёх лет, тем на молоко наличными выдают, так сказать. То есть, всё это избирали для переговоров, а получилась целая система управления. А если вспомнить, что здесь была и типография подпольная, и налажено всё это производство, каждый день выдавалась продукция. А это же не просто надо бумагу закупить, надо краску закупить. А просто так в магазин пойдёшь, так, наверное, полиция вычислиет. В седних губерниях по разным каналам, так сказать, стекается, ночью подполье производят, потом разносят, всё это работает, понимаешь? То есть, с самого начала Совет взял на себя функцию управления, и Владимир Ильич по этому поводу говорил, хорошие такие слова, что эти органы создавались исключительно революционными слоями населения, и создавались они вне всяких рамок законов и норм, всецело революционным путём, как продукт самобытного народного творчества. Это были, наконец, именно органы власти, несмотря на всю их зачаточность, стихийность, неоформленность, расплывчатость в составе и функции. В зачатке это была диктатура революционных элементов народа. Это, так сказать, ответ вот, ну, тем деятелям, которые парламентскую республику советского типа строить, собирается или Совета рассматривает, как народный парламент и прочее. Надо сказать, что, господа заводчики и фабриканты, ребята, конечно, не глупые были, ну, даже наоборот, они умные, понимающие, и с самого начала они были, конечно, готовы к переговорам. И они даже пытались всё время перехватить инициативу. Только главным их условием было, ведём переговоры по производству. Или каждый фабрикант с каждыми своими депутатами. А совет общий стоял, конечно, на позиции не «все со всеми». Все это выражается временным языком, формула такая была «все со всеми». Потому что понимали, что как только раздробят, как только разведут по вот этим нескольким десяткам фабрик, кому-то что-то дадут, кого-то подкупят, кого-то обманут, кого-то запугают, кого-то, ну, и пошло-поехало. Вот это чрезвычайно важный момент. И если будешь читать историю художественной книги или, так сказать, статьи по этому поводу, воспоминания, особенно переписка, причём переписка с двух сторон. Как переписка вот фабрикантов и губернатора, Леонидов там был губернатора, так и переписка, значит, революционеров. Это главный момент, который красной нитью проходил вот через всю эту стачку, через все эти события. Удастся удержаться всем вместе, воедино, или сумеют раздробить, и тогда, значит, пошли-поехали. Там, тем этим делам. Значит, события развивались чрезвычайно, неизвычайно, так сказать, интересно. Значит, когда читаешь переписку, то, значит, то просто благодарен даже тем же фабрикантам, которые весьма художественно, так сказать, описывали ту ситуацию, которая там есть, которая там сложилась, так сказать. Ну, вот, например, тот момент, который я вам говорил, да, значит, это пишет, это пишет, это пишет наш товарищ, вот что. Значит, сразу появились ведь, как бы сказать, полупровокаторы, естественные или засланные, это не столь важно. Например, так называемые анархистующие элементы, значит, выдвинули лозунг «бей, режь, грабь» и пошло-поехало. То есть, призывая к погромам, как отдельных фабрик, усадеб, лавочек, прочее, прочее. И вот эта народная дружина, и в том числе президиум, ну, большевики этому делу противостояли. Вот, послушайте просто сам язык и саму, ну, глубину понимания вопроса тогда. На что отвечали большевики? Конечно, легче напасть на отдельного мелкого лавочника, ограбить частную квартиру, чем вести организованную классовую борьбу со всем классом капиталистов и помещиков. Конечно, легче напасть на отдельного агента царской власти, чем напасть на царское самодержавие в целом и организовать массы для свержения царизма. Вот идет разъяснительная работа при этом. Оно и сегодня для многих актуально. Вот в Греции, если кто следит за событиями, сплошь и рядом, анархистующие элементы поднимают, и телевизор сплошь и крутят. О, горят, смотри, машины. О, сосна там горит. Магазины, витрины бьют, погромы. Пускай, и повод-то благородный. Там пацана застрелили два года назад, и с этого начиналось. Одновременно проводят свои акции коммунисты, только призывают не бить, не громить, а проявить организованность и другими действиями. И более многочисленные, более выорганизованные, во несколько раз больше. Но вся телевизорная публика только крутит вот этот, погромы, побои, испуг. А после этого принимают законы об ужесточении борьбы с эссинизмом, увеличение ассигнований на содержание полиции, и забитый обыватель при этом. А нового особенно ничего нет. Вот уже проходили наши, так сказать, с вами предки и те самые далекие-далекие времена. Но при этом губернатор пишет, что никогда в городе не было такого порядка, отсутствия пьяных, и, так сказать, как сейчас здесь есть. Этот порядок гарантировал совет во всем. Значит, как я уже сказал, политические требования с ходом стачки все больше и больше появлялись в этих делах. Значит, это тоже можно смотреть по письмам, по некоторому творчеству. Значит, после определенных событий, опять же, на той же талке, там не только политические, так сказать, речи толкали, и частушки пели, и хором. Одна из любимых песен, называлась «Зимушка». На столбе висит корона, Николай второй ворона. Председатель всех болванов, Николай второй романов. От Алтая до Дуная нет, глупее Николая. По России слух пошел, Николай с ума сошел. И хит, наверное, может не шедевр, конечно, но они показывают, что, в общем-то, почтение и... А ведь Николай это покруче, чем сегодняшний национальный лидер. Это наместник Бога, так сказать, тут это самое... В той России, где там, наверное, в те времена, ну, 70 или 80 процентов верующих было. Действительно воспитаны. И они как сегодня где-то чего. Значит, события развивались таким образом, что очень сильно сомневались заводчики и фабриканты, значит, и многие наиболее умные писали, что надо идти на уступки, надо идти на уступки, иначе, значит, дело пахнет керосином. Как они писали, руководят умело, смело, хлестко. Наверное, в основном приезжие из столицы, тут понаехали всякие, в общем-то. Все покинули фабрику, я вынужден сам себе кипятить чай, там пишет один из главных самых, и сам сторожить. Последний сторож ушел, что делается, непонятно. Между нашими нет согласия, между своими он пишет. И вот она как можно быстрее достигать, иначе огромные убытки терпим. А тут надвигается Нижегородская ярмарка, Синокос, а Синокос это в пользу рабочих, потому что многие связи с деревней, и, значит, держат тут, может работать, полезно и с приятным, и прочее, прочее. Значит, была предпринята акция по разгрому лагеря Наталки, 3 июня, насколько я помню. Значит, казаки, астраханские, значит, с кровопролитием, спровоцировав инцидентом какие-то выстрелы со стороны якобы лагеря рабочих, значит, дальше довольно кровавая расправа, дальше пошли уличные бои, баррикадные бои, в том числе уже и, значит, расправы с фабриками и поджоги усадеб, и так далее и тому подобное. Хотя через 10 дней губернатор снова издает указ о разрешении стачек этого лагеря Наталки, правда, с условием, если вы, ребята, не будете вести политических речей, антиправительственных. Но, как сами мы понимаем, что уже назад ходов не было, значит, с точки зрения общего настроя. Люди менялись на глазах, и вообще, вот, по воспоминаниям, которые Самойлов пишет, и тут эти участники событий, что главный результат, который был по результатам стачки, что стали другими людьми, что у них уже пропала вот эта забитость. Если раньше шел приказчик по фабрике, там он царь и бог, и перед ним, так сказать, шапку снимали и кланялись несколько раз, а тот даже голову не поворачивался, то, говорит, вот эта привычка исчезла. Вот перестали, так сказать, тем другие люди вышли из этого дела. Так вот, значит, вынужден был президиум Совета, значит, после того, как были приняты решения о, значит, частичных уступках, они такие ступенчатые были, значит, на 10, на 15 процентов повысить зарплату, сократить рабочий день до 10 часов, соглашались купцы. Правда, напрочь отметали целый ряд требований, которые говорили, что он должен решаться в общегосударственном масштабе. Так, отказывались рассматривать требования от ликвидации полиции и каталажек на фабриках. Вынужден был Совет принимать решение, что силы истощены, мы вынуждены выходить на работу, но не потому, что мы сломлены, а для того, чтобы подкрепить силы и продолжить эту борьбу, так сказать, по новой. Значит, продержалась, считается, вот эта Иваново-Вознесенская стаечка 73 дня, тут читает парижская коммуна, да? Больше. При этом с выполнением функций управления полностью всем этим процессом, так, ну, наверное, мы все заметили с вами, что вот те принципы, которые потом Владимир Ильич обобщал, изложил на бумаге, стройно, так сказать, и прочее. И здесь видно, как они находились, как они ливили, как сама жизнь просто их, показывала. Значит, кое-кто из авторов часто, значит, пытается, что ли, значит, подвести такую базу, что, знаешь, советы вроде это не очень новая штука, потому что здесь проявилось то, что в крестьянской общине, в русской, испоконной, и так далее, и тому подобное. Я думаю, это не совсем правильно, потому что здесь больше проявилось именно уже, как бы сказать, исходящий элемент промышленной организации. Здесь уже видно, что это люди, которые понимают, что для управления нужен техпроцесс. У нас специализация, нужно распределение по функциям, обязанностей, связи, дисциплина. Значит, система управления, где единоначалие, а где коллегиальное, так сказать, мышление, принципы управления. Вот это, хотя никто не отрицает, что, так сказать, выходцы, конечно, были из деревни, ребята во многом играло роли, кто кого знает, и по родственному там, связи, и вообще даже, сам Ноздрин, вот 43 года во главе. Его избрали, наверное, во главе, потому что он один из самых таких, пожилых, что ли, был. Средний возраст, остальных там 25 в Совете. А этот уже, как-то чего-то, где-то. Вот, значит, поэтому, возвращаясь, значит, к нашему вопросу, что такое советская власть и так далее, значит, совсем не случайно Владимир Ильич, значит, этот вопрос в теоретическом плане разбирал, добился включения в программу РКПБ, и она в программе присутствовала, и, значит, руководствовались этим делом, закрепленным в Конституции, вплоть до 36-го года. Значит, при этом работали не только вот те механизмы, что выборы по производственным округам, связь непосредственная с трудовыми коллективами и построение, так сказать, руководства экономикой через это, значит, ну и были вполне определенные ограничения избирательных прав эксплуатарских классов, которые свергли их естественных союзников, а также определенные преференции в сторону, значит, рабочего класса, потому что голос с фабрики завода ценился больше, так сказать, чем с крестьянской массой, и так далее. Этим обеспечивалось, вот, рабочий характер власти, этим обеспечивалась реализация диктатуры пролетариата, причем вполне солидно. Сложный момент, значит, почему от этого отказались, и многими товарищами он принимается болезненно, причем хорошими нашими товарищами, например, из ВКПБ, да, у нас давние с ними, вот, форы, что ли, по этому вопросу, и так далее. Значит, в 36-м году с принятием новой конституции от этого дела отошли, и формально вроде повод красивый, что, смотри-ка, значит, эксплуататорские классы, они уже свернутые, антонигенстические, так сказать, борьбы их классов нет, поэтому есть возможность уравнять голоса всех членов нашего общества, вроде как элемент демократии, и к этому пойдем. Кое-кто из наших специалистов, вот, например, Сан Сергеевич Казенов, он говорит, что, слушай, и раньше, значит, даже ошибки совершались, и говорят, что отказ от ФАП-завкомов, который был где-то там в 18-19-м году осуществлен, это тоже, наверное, было не совсем правильно, хотя, трудно сказать, потому что фабрики и заводы были почти на 100% государственные, и принцип единоначаля требовал там или как. Но, тем не менее, Конституция 1936-го года перешла на выборы по территориальным округам. Следует ли из-за этого сразу, что, о, и конец советской власти, и та власть, которая после этого появилась, она вроде как советской не являлась величиготой? Наверное, нет, потому что, во-первых, многие элементы сохранялись, а именно выдвижение было, ну, наверное, на 98%, если это не больше, от трудовых коллективов. Многие из нас это дело застали, когда выборные кампании наступали, так сказать, цех, бригада, завод, так сказать, могли выдвигать и на разные уровни и прочее, прочее. Это во-первых. Во-вторых, отчетность, все депутаты были привязаны к производствам, и, так сказать, отчет их своими, он все равно сохранялся. А в-третьих, в той мере, в какой партия и ее руководство сохраняла приверженность принципам, значит, научного коммунизма, не зажралась, не переродилась и так далее. Значит, и партийное руководство обеспечивало характер пролетарской власти и диктатуры пролетариата. Однако, когда через какое-то время, пройдя через ряд этапов, ступеней, сначала отказавшись от даже депутатов, трудящихся, перейдя просто народные депутаты, затем, так сказать, допустив внедрение принципов парламентаризма и плюрализма во времена Михаила Сергеевича, количество накапливалось и для того, чтобы осуществить качественный скачок, требовалось совсем немного. Вот это мы с вами наблюдали на рубеже 89-90-й год, когда сплошь и рядом расы. Ну, здесь справедливости ради надо сказать, что и производственный принцип, он не является гарантией. Во-первых, мы знаем, что могут быть советы там или момент, когда большевики снимали лозунг и меньшевистский и прочее. Во-вторых, знаем, что по производственным признакам во времена перестройки сплошь и рядом так называемые стыка демократически образовывались, которые вели линию на, так сказать, углубление, расширение демократический социализм и я лично имел честь в таком СТК состоять и на своем предприятии вот такую борьбу проходить и смотреть, как она называется, завода. Ну, вот у нас научно, не рабочие, а, значит, СТК, это, значит, там идет самое, и рабочие, и управленцы, и бухгалтера, и генеральные директоры общественной организации, и наиболее языкастые, прежде всего, потому что выбор на конференции идет, а наиболее языкастые, они, как правило, ну, часто бывает, так сказать, красивым словом увлекут, и рабочие голосовали, в том числе, за таких деятелей, вот, это я к тому, что не надо, конечно, упрощенно думать, что вот по производственному кругу мы все обеспечены, все это будет, для того, чтобы в том же Иваново-Вознесенске было обеспечено, мы с вами вспомнили, и опыт борьбы, и организация большевиков с укоренившимися связями непосредственно на производство, и такие ребята, которые известны, там были, лучшие кадры, там и Николай Баун был задействован, и Фрунзе, и Варенцова, и Самойлов, и Бабушкин, и Бубнов, то есть такие авторитетные люди рабочего движения, и для того, чтобы получить в Совете большинство, они, наверное, работали, и работали, не просто приезжали лекцию где-то почитать, а вот на фабриках, на заводах были расписаны, значит, и тому подобное. Там, в этом сроке материальном производстве. Об этом речь идет, что они... Так, это мы, значит, договорим, что... Виктор Акадьевич. Заканчиваю, да. Я бы закончил вот следующим каким вопросом, что значение Совета для нас и для вообще коммунистического, что ли, движения подчеркнул еще Владимир Ильич. Значит, если помним, мы, то в работе, значит, детской болезненной визны коммунизма, он, в том числе, опыт Советов отнес к тому значению в узком смысле Октябрьской революции и опыта большевиков, которые так или иначе должны быть учтены мировым движением, а в определенной степени взяты на вооружение и повторены. И он там же писал, что вот эти два с половиной года, которые прошли, показали, что уже и практика приняла этот опыт Советов для попыток строительства и в Германии, и в Венгрии, и в других странах. При этом совсем Владимир Ильич не был прожектором и при разработке той же второй программы партии он писал, что если ход событий отбросит нас назад, то мы не откажемся и от буржуазного парламентаризма, от этой пройденной нами ступени демократии, но мы при всех условиях должны в программе записать, что мы будем бороться за республику Советов, за пролетарскую демократию, высший форм демократии трудящихся и для трудящихся. То есть сегодня еще Владимир Ильич для нас прописал, что за что мы должны бороться и что мы можем использовать в той или иной степени как быть. При этом комментиров имеется ввиду третьей комментиров анализировал вопросы Совета и рассматривал и было замечено и подчеркнуто закономерно, что Советы действительно это органы борьбы. В мирное время они не очень получаются, не очень развиваются. В мирное время наши Советы, которые мы с вами создавали, которые сейчас работают, они в основном выполняют функции методических центров, изучающие, распространяющие опыт. Когда запахнет жареным, когда идет резкий рост движения, тогда Советы проявляют свою суть и являются именно востребованными. Поэтому в этом плане ту работу, которую многие здесь присутствующие, в том числе по созданию трудового российского фронта для привлечения действующих рабочих организаций или наших общественных сил к участию в политике, это также укладывается в конву борьбы за возрождение советской власти. И если вот так говорить о значении Советов сегодня, то их значение не только в том, что мы знаем, что мы хотим строить, а в том, что каким методом добиться этого построить, каким методом совершить революцию. то, что известно в истории, что сначала появились в борьбе советы, потом советская власть, потом была совершена революция, эта власть, так сказать, конституция приняла, узаконила, другого пути вроде не просматриваться, не получила. Вряд ли возможно такое, как одна партия думает, что мы 301 место в парламенте получим, проголосуем, парламент назовем Верховным Советом Конституцию напишет профессор Попов или у нас они не возьмут, так сказать, наш, советский, да, я вас вынесли тогда. Вот, значит, тот небольшой эрскурс в истории и значит, разбор что такое Советы, советская власть, какие принципы, на чему она держится. Приходим к вопросам, пожалуйста. Питер Акадьевич, у меня уточняющий вопрос. Да. Что раз я бы хотел услышать от вас соотношение диктатуры пролетариата и Советы, да, то есть, исчерпывает ли это или это какая-то схема повод. Все? Садитесь. Значит, диктатура пролетариата, да, это вообще власть пролетариата, власть рабочего класса. Советы это форма реализации власти. Вот я думаю, что весь наш сегодняшний разговор был посвящен, что почему Советы действительно наиболее адекватная, то есть, наиболее органичная форма реализации этой власти. На вопрос, слушай, а другие могут быть, исчерпываются, не исчерпываются. И Ленин даже писал, что не исчерпываются, история может покажет, и будут другие формы, и так далее. Но мы с вами уже знаем некоторые другие формы. Например, диктатура пролетариата может реализовываться через диктатуру партии. Ну, может быть, вот в Китае сейчас какой-то, если бы они в ту сторону гнули, не в сторону капитализма, а, так сказать, вот там диктатура партии. Может, может, на каком-то этапе. Может ли быть реализация через диктатуру вождя? Тоже может. Да? Ну, многие считают, что в какой-то степени у нас это было во времена батьки Сталина. Вот он был действительно марксист, действительно, так сказать, преданный, на правильных позициях и прочее, прочее. Может быть, через диктатуру вождя, может быть, там, через какого-то прогрессивного лидера, еще чего-то, но все эти модели имеют один недостаток. Получается, пока вождь хороший, честный, умный, преданный, все вроде замечательно. Помер, пришел не тот, ну, для кого-то Хрущев не тот, для кого-то Горбачев, для кого-то Машбрежнев, и смотри, что значит, перестройка началась. То есть, где вот эти гарантии, как-как? Наверное, то, что мы сейчас с вами озвучили, или я озвучил, а кто-то согласился, кто-то нет, наверное, это тоже не исчерпывающая гарантия, но это один из моментов, который пытался осмыслить Владимир Ильич и партия в целом, да, как построить эту власть, чтобы она была действительно выразителем диктатуры пролетариата, трудового народа, осуществляла эти функции, с одной стороны подавление, с другой стороны строительство нового общества, и подчеркнуты у Владимира Ильича, и у Макс, по-моему, что это, ребят, не только сразу после революции, это на целый переходный исторический период до построения бесклассового общества. Вот это диктатура устанавливается, значит, она должна как-то строиться, и, наверное, она не раз и навсегда в процессе строительства социализма какие-то дополнения, изменения, совершенствования, элементы там приобретают и прочее, прочее. Вот. И готовых рецептов, наверное, нету, и сегодня, например, мы будем строить, это тоже не один к одному то, что было, уже и другая структура производства, и другие структуры производительных сил, и люди другие, и опыт другой, и кое-чего сегодня, так сказать, в определенной степени тяжелее провести, чем раньше или что-то. Поэтому советы это все-таки форма реализации диктатуры пролетариата. Еще вопрос, нет, следующий вопрос. Это вы на выступление запишитесь. Маленький вопрос, у меня есть предположение. Нет, это имеется в виду зима-лето. Летом расценки больше были, а зимой дело деревни нехрен, рабочая сила дешевеет, и их держали там вообще за бесценок зимой. Они требовали и расценки чтобы были одинаковые, и чтобы срок найма был годовым. Пожалуйста, еще вопрос. Вы считали, что выбор по программам это не панацея. Ясно вот видим, что в рабочих профсоюзах, хотя это, конечно, не советы, но и тем не менее, там вот реализовано вот это вот. Возможность отзыва в время, возможность замены, возможность контроля, но вот разлагаются тем не менее. Что вот надромилось такое в русском России вот эти сто лет? Я думаю, во-первых, это самое, может быть, неправильно так употреблять, надломилось, да, потому что если брать те рабочие профсоюзы, которые мы с вами, ну, знаем, дружим, так далее, то можно сказать, что по сравнению с ФНПРовцами, они наоборот, что-то набирают, растут, и это положительно прорастающее зверно. во-вторых, и раньше не было панацеей, да, потому что достаточно и в те, наверное, годы можно было назвать примеров тех профсоюзов, которые не на передовых позициях стояли, и Владимир Ильич не зря говорил, что профсоюз должен обладать определенной степенью реакционности, ну, по своей природе, да, и это нас не должно пугать, в любые надо идти, работать и прочее, и прочее. Ну, а если вообще применительно к сегодняшнему, Иван Михайлович, мое мнение такое, что пока, так сказать, больше коммунистического внимания не будет в этих самых профсоюзах, так, мы будем все время это получать, тем более, что сегодня огромным опытом обладают, огромными ресурсами представители буржуазии, для того, что сами инициируют, сами управляют, сами этими процессами, так сказать, они уже и коммунистические партии сами создают, для того, чтобы не возникли тут... Кому они встали? Да, вот так. Еще вопросы? Это уже на выступление. Сейчас я, чтобы закончить, да. А соотношение когда вопрос... В совете или... В совете я уже сказал, что служащий был один, все остальные рабочие, абсолютное большинство из них... Голосующие у них все 151 человек имели право голоса. Значит... 150. 150. Один рабочий был. И большинство из них, абсолютное большинство, были с крупных производств. Значит, я сказал, 34 фабрики, насколько я помню, были представлены в этом совете. Хотя, какое-то там число мелких были отремесленников, как-то они там назывались, кустари, кустари, там и от артели, еще от кого-то, но буквально единицы. Поэтому, конечно, это прежде всего представители крупных коллективов, и Владимир Ильич, когда анализировал опыт советов, да и не только, помните, он и писал, что значение и влияние рабочего класса, оно объясняется не только его численностью, а тем местом, которое он занимает на производстве. Благодаря этому месту он может возможность оказывать влияние на ход событий гораздо больше, будучи организован там по производству. Если, опять же, перекинуть мостик на сегодняшний день, то заметьте, ведь все эти вот методы трабления крупных трудовых коллективов, они в том числе направлены на лучшую управляемость массами. Не только для того, как они говорят, что это повышает эффективность производства. Всякие эти выносы производства аут как там сорфсинга аут второй как там аут стаффинг. Наемный труд вроде стоят за станками тут же в твоем цеху, а членами коллектива не являются и в борьбе вроде участвовать не могут, к трудовому коллективному договору отношения не имеют, а где-то вахтами возят а где-то так сказать еще чего-то то есть это все эти элементы дроблений. Значит в заключение чего хотел сказать ну кроме Владимира Ильича это конечно надо читать в библиотеке ЦК можно посмотреть замечательные книги всеобщая стачка Иванов Вознесенского значит автора Галкина в журнале Марксизм и современность 2005 год посвященный 100-летию Первого Совета есть очень приличные статьи товарищей Казенова товарища Тюлькина и товарища Шутова Геннадия это Ивановский такой есть профессор КПРФ кстати один из лучших знатоков истории Первого Совета по хронологии и прочее поэтому когда приличные статьи в Советской России появляются по этой теме чаще всего пишет я у него и хватает что ли этого духа чтобы высказать что он думает по сегодняшней политике и рановой и прочее но по этим делам поэтому это та рекомендуемая литература которую я вам назвал значит у меня большая просьба вернуть буклет он мне дорог как память посвященный значит столетию Первого Совета картинки досмотрите и сюда по этим делам все спасибо за внимание выступление переходим к выступлению пожалуйста желающие но я хочу сказать что нас большим интересом закладывает ракайчик но мне кажется вот довернуть критики слева слева это как бы нас немножко успокаивает из-за того что произошло в 1966 году а я хочу сказать что вот такого рода настроение что которое выражается так же хорошо что является правильным когда говорится что это боевая организация да конечно это боевая организация если понимать никтотуру просто как власть рабочего класса а вот так как Ленин писал детское болезнь это упорная борьба здравовая и беспроводная насильственная и мирная военная и хозяйственная педагогическая администраторская против силы старого общества вот борьба этих против этих сообществ вы знаете до полного коммунизма а настроения были такие и настроения были в партии и они были как раз вот так сказать социал-генократического уклона в партии такого рода что Совет и свою роль вот на этапе революции вы выполнили вы молодцы вы нас в классе привели к вам ребята вот собственно говоря выражением этих настроений является то что произошло в 1900 году потому что с точки зрения скажем решения вот этой демократической задачи вот скажем ограничения кому были эксплуататором так их и не было они сами бы отпадали полицаем нет уже полицаем они тоже потихонечку отпадали участникам контракционных движений они тоже бы отпадали поэтому то что выдается за какой-то большой демократический шаг что все получили право голоса мы прекрасно понимаем сегодня что буржуазная демократия дает формально всем право голоса а решает несколько голосов нескольких олигархов а вот та власть и та конституция советская которая была до этого она открыта и прямо говорила что власть у нас имеет рабочий класс и кому эта власть не нравится тот классе подступать нет давайте вам всем распишем что у вас голоса это даже труднее было бы объяснять что власть рабочего класса когда у всех голоса да вы все голосуете но как бы вы не голосовали имейте ввиду власть все равно будет у рабочего класса иначе ее не удержишь и это надо и объяснять что бывает либо диктатура пролетариата либо диктатуру буржуазии как писал Ленин то этого не понимает либо безнадежный идиот либо политически настолько безграмотен что его не только на трибуну но и на собрание пускать стыдно это Ленин писал и это прямо к Хрущеву относится оно истерпало себя уже общенародное государство и так далее это первое теперь второе я хочу покаяться перед присутствующим я вот тоже вот писал все время наиболее адекватная форма к которому прят и вот мы готовили сборник Ленин главный в ленинизме там обнаружили другую форму выражения во первых наиболее адекватная а что есть другие адекватные формы нету наоборот все остальные формы неадекватные я могу сейчас одеть милицейскую форму и пойти по городу и спокойно дойду и до дома и возможно и завтра могу ходить и послезавтра но в один прекрасный момент это кончится тем что меня побьют потому что я не милиционер или наоборот милиционеры так сказать подозрят что я хочу быть вором или преступником и специально и тоже на меня нападут но форма неадекватная адекватная форма одна вот та о которой говорил Виктор Акадьевич и никаких других адекватных форм нету но Ленин между прочим это не употреблял он употреблял форму организационная форма диктатура это организационная форма как надо относиться к форме с точки зрения диалектики форма содержательная содержание оформлено все прекрасно понимают что главное у человека мозг сердце ну если 80% кожи будет ну человек 60 даже если процент я вот лежал в ожоговой больнице а подумаешь кожа ничего не означает то есть что такое форма вы форму убрали это все равно что вот ну представьте диктатура патриата отлита в определенный сосуд если сосуд дырявый она постепенно утекает конечно это никакая вот эта форма не панацея если вы этот сосуд никуда не несете если вы никакой борьбы не ведете если классовая борьба затухла потому что рабочий класс решил что он уже всего добился что он все завоевал и начинает почивать на лаврах никакие формы ему но если вот сделана эта дыра то диктатура патриата будет утекать она утекала значит сначала я думаю что это большая разница выбирать или выдвигать дескать вы выдвигаете а потом мы возьмем того кого выдвинули на вашем заводе поведем туда где его никто не знает там его изберут те кто его никто не знает и никогда его не отзовут потому что невозможно отзывать вот здесь сегодня не шла речь о ступенчатых или прямых выборах гордились что у нас теперь стали прямые как во всех демократических странах выборы демократические выборы исключают отзыв депутатов ну можете себе представить полутора миллионов полтора миллиона соберутся отзовут это смешно а как построены как построены были советы вот при Ленине они построены так что вот заводы образуют городской совет городские советы и областные направляют на съезд советов из каждого уровня можно отозвать следующего это можно отозвать любого но если сразу избирают прямым голосованием прямым голосованием в Верховный Совет СССР ну уже никто его не отзовет и все тогда сводилось к тому что вот это вот роспись того сколько рабочих сколько служащих сколько молодых сколько женщин сколько мужчин это дело Оркоотдела и Оркоотдел это дело очень хорошо при этом можно быть прекрасно выдвигаться от коллективов вот я например выдвигался от коллективов народные депутаты СССР от завода Казицкого канатной фабрики Нева и НПО более весенник привозил меня Тарас Шраков на своей машине так сказать сказал вот товарищ так сказать то не дратил про него проголосуем и голосовали все нагрузка на партию а следовательно люди которые а партия правящая которые сидели в советах они от коллективов отрывались мне приходилось читать интересную книжку Большакова не изданную так сказать как бы оставшиеся рукописи где говорилось о забастовках в России надо сказать что пока до 36 года вся драка за власть ну кому пройти депутаты где должна была вестись ну где где избирают куда надо было идти если вот я скажем захотел пойти в депутаты куда я побегу на завод а сейчас зачем туда ходить там не надо на улице на площадь вот куда надо идти если вы хотите пройти в депутат и все заводы и фабрики остались как бы вне политики никто не учит рабочих там не надо их не поднимать наоборот лучше они ничего пусть не знают вот мы на улицах и на площадях все решим главное обклеить а у кого много денег повыше чтобы не сорвали другие тем более есть телевидение есть радио это все оплачено и известно сколько миллионов долларов нужно для прохождения в Думу и сколько нужно для того чтобы пройти в наше законодательное собрание в наше законодательное собрание гораздо дороже надо платить по 2 миллиарда каждому депутату вот так обстоит дело теперь сказать что это то есть это большая разница и это надо понять это может быть было тогда не видно потому что на самом деле вот дальнейшее развитие это ключ к предыдущим это не ревизионизм скажем вы не можете Сталина обвинить ревизионизм что он от этого отказался никогда он от этого принципа в ранее через коллектив не отказывался более того возьмите вопрос о ленинизме 11 изданий в каждом это выдержка идет из программы написано что основной избирательной единицы основной ячейкой государства государственного строительства является не территориальный огром а завод фабрик и вот это вот полумеры такие типа того что вот мы выдвигать будем нет пускай вот лучше издвигать на территории а мы на заводе изберем есть разница это прямая противоположность выдвигать от завода избирательность по территории или избирать и выдвигать от территории хотите домохозяйку пускай выдвигает а вот избирать будет завод потому что завод не пропустит того кто не выражает интересы коллектива это прямо противоположное и вот так сказать диалекция состоит не в том чтобы замазывать противоположности а в том чтобы эти противоположности высвечивать что этот принцип противоположный несмотря на общую близость, потому что они в единстве все находятся. Ну а дальше поехали уже, дальше все находилось на партии. Дальше без отзыва, дальше начинается разложение уже тех, кто был при власти правящей партии. Сколько нужно лет, чтобы чиновники разложились? 50, вот считайте от 35 до 85, ровно 50 лет. 50 лет, и вот за 50 лет разложились чиновники настолько, что из всех секретарей партийных организаций, которых вот можно показать, потом сказать, вот они остались коммунисты. Вот вы назовете Тюркин Виттергавич, Терентьев Юрий Григорьевич, и еще несколько человек. А маленьких и больших Горбачевых не с числа было. Вот мы знаем этих, причем поименно знаем, те, кто были секретарями райкомов и так далее. Там кроме того же самого Евгения Чаракова и еще Полосина. Остальные пошли в банки, стали создавать соответствующие биржевые структуры. И никто, даже директора заводов не пошли, не говоря уже о том, что там рабочими работать или поднимать, так сказать, на борьбу. Поэтому я хочу сказать, что мы обогащены, к сожалению, обогащены опытом контрреволюции. И должны на это все посмотреть с учетом не того, что нам хотелось бы сделать комплименты, даже самым нашим уважаемым людям, нашим политическим вождям, очень уважаемым. А мы должны идти от кого? От класса, от рабочего класса, и говорить суровую правду. Я, например, хочу сказать, и хочу тоже покаяться и сказать, что я этого, несмотря на то, что я прочитал Ленина всего, я до этого, вот до того, о чем сейчас говорил Ленина, конечно, не дошел. Пока, скажем, мой коллега, старший профессор Тергеев, выступил, выступал и доказал, что все-таки вот совет это когда по коллективу. Потом Ельмеев, Виктор Георгиевич Долгов, а они меня попросили, Миша, ты найди там у Ленина. Я как посмотрел, боже ты мой, а вот я вот прочитал, не заметил. Поэтому я очень не склонен, так сказать, ругать наших предшественников, вождей, так сказать, большевистской партии, что они такие, а не сякие. Потому что людей исторически оценивают не за то, чего они не сделали, а за то, что они сделали. И вот, скажем, не члены КПРФ и не члены нашей партии, а члены партии «Единая Россия» раскопали положение о выборах через коллективы, которые мы опубликовали в «Народной правде». Я вот сколько ни уговаривал товарища Казенова, он никак-то никто не анализирует. Мы опубликовали, все берут, полистали и пошли. А ведь больше нигде нету никакого закрепления этого принципа. Ну, было одно сказано, что в деревнях от 125 тысяч, а в городах от 25 тысяч. А дальше как? Причем от 25 тысяч – собирателей, а вот в деревнях – жителей. То есть так по-разному говорилось. Но так это вот скомканно. Сам принцип, который в программе в ясной форме, нигде, ни в Конституции, ни в законе о выборах не закреплен, только в положении, в инструкции. Эта инструкция, говорит, никто ее не знает. И я думаю, что, ну вот Еленин, юрист, юрист, и он этот принцип в программе записал. Ну вот всякие, другие дела, видимо, это считалось не самым главным – это оформить, а форма содержательна. Вот это тоже может быть и ошибка, что не оформили в свое время, не закрепили. Хотя, я думаю, абсолютно право, что в дектора качества, конечно, это не панацея. То есть если кто-то скажет, что стоит нам сделать по этим коллективам, и по-прежнему рабочий класс будет спать и бояться, так сказать, встать на коммунистические позиции, а ведь коммунисты означают только одно – за общее дело бороться, а не только за свою зарплату, за свою шкуру или только за свой завод. Будешь бороться за свой завод – потеряешь завод. Вот боролись за свои заводы – где заводы? Поэтому я думаю, что вопрос о коммунистической позиции – это позиция вообще выживания России на сегодняшний день. И этого сознания в рабочем классе на сегодняшний день нет, и никакие ему выборы не помогут. Я думаю, что вот таким образом надо достаточно критично посмотреть на то, что у нас происходило в нашей истории. Спасибо. Желаю еще раз, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей Русаков, курс МРЦФП. Ну, во-первых, я… Ты что, ты перед народом выступай, не стесняйся, ничего найдут. Значит, тут вот уважаемый Михаил Васильевич сказал, что вот он долго-долго читал Ленина, и прочитал там почти его всего, ну, или всего вообще, значит, и там не увидел, а кто-то подсказал. На самом деле у Ленина написано еще много чего такого и про диктатуру, и про советскую власть, что в нынешнее время, ну, вот сейчас, и уважаемым товарищам Поповым, и товарищам Тюлькиным не говорится, я не говорю, что замалчивается, нет, я, значит, и к добросовестным людьми, которые, значит, но, тем не менее, приведу, значит, пример конкретный, упоминавшись, работа детской болезненной ливизны в коммунизме, да, там есть пункт 6, расследователи коммунистам работают в реакционных профсоюзах, да, там описан механизм диктатуры, общий механизм пролитарской и государственной власти, рассмотренный сверху, с точки зрения практики осуществления диктатуры, если вы его внимательно прочитаете, то вы найдете, скажем так, не так много общего с тем, что говорил сегодня уважаемый Виктор Аркадьевич, да, ну, хотя, значит, поскольку не сводится там диктатура власти, диктатура пролетариата к советской власти, да, есть партия, есть партия, более того, значит, вот программа была написана, писалась там в конце 18-го года, потом она в начале 19-го года была принята, да, но, значит, диктатура пролетариата осуществлялась еще при жизни Ленина, Ленин много чего еще про них писал, да, ну, пример, да, значит, приходит к социализму неизбежна диктатура пролетариата, но поголовная организация промышленных рабочих является этой диктатурой, а дальше, получается такая вещь, что партия, так сказать, выбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру пролетариата, не имея такого фундамента, как профсоюз, ну, и так далее. Значит, это к вопросу о том, что появились когда-то люди, потом, после Ленина, которые говорили о том, что вот советы, мол, выполнили свою историческую роль, да, может, это не после Ленина, а при Ленине, и сам Ленин уже кое, кое, значит, ну, не сводил так вот диктатуру пролетариата непосредственно к советам, которые упираются по производственным принципам. Дальше, там же, диктатуру пролетариата через его поголовную организацию осуществить нельзя, скажем, многоточие, вырежу кусочек, диктатуру может осуществлять только тот авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса. Таким образом, получается, как бы, ряд зубчатых колес, вот, и так далее. Значит, вот советы перечислены в качестве одного из зубчатых колес, которое приводит энергию революционного авангарда ко всему классу. И если его изъять, то что будет? Нет, естественно, естественно. Дальше, дальше смотрим, значит, проходит время, значит, 36-й год. У нас происходят качественные изменения в жизни общества, да, в том числе, значит, меняется классовая структура общества, эксплуататорские классы непосредственно писают, да, значит, казалось бы, логично предположить, что, ну, что-то должно меняться, в том числе, может быть, и с точки зрения формы, той же самой детской болезни левизны, излишнее цепляние старым формам Ленин относит к чертам правого тренерства. Да, да, там же, там же. Параграф 10, да. Так, ну, время. Ну, время, товарищ Попов чуть больше говорил. Я думаю, надо разрешить только выговорить вывод, так сказать. Значит, а вывод, а вывод-то какой, значит, к чему я подвожу, да. Вот, значит, прошел, значит, 36-й год. Перестройка у нас была когда? В 86-м году. Тут все признались, даже, товарищ Попов, что территориальный признак непанацея, производственный признак непанацея, ну, 50 с лишним лет, в революции, 2,5 поколения эмиров и эшаков сдохло, извините за выражение, и только так это, может быть, причиной контрреволюции стоит сказать не в этом, а в чем-то другом, не в перемене принципа выбора в совете. Ну, все, спасибо. Ну, 150 миллионов. Значит, я... Есть еще вопросы? Что я буду? Какие доктора рабочих вас осталось? Так, так все. Доброго, пожалуйста. Ну, заключительно с нами, давайте. Значит, спасибо. Я бы хотел вот на что обратить внимание. И что оно так далее? Особенно тем товарищам, я думаю, таких большинство, которые будут так или иначе задействованы, ну, в разъяснительной, пропагандистской и прочей работе. Вот чтобы не вдаваться в шибко сложные вопросы теории, да, и истории, вот по которым сейчас прошел Алексей в том числе, а по-простому объяснить, вот в чем сущность советской власти, да, то, я думаю, надо излагать примерно так. Вот единственное преимущество людей труда, которое у них есть, оно природой производственного процесса заложено. Это их организованность в процессе труда. Вот это их единственное преимущество. Во всем другим статьям они проигрывают. У них денег меньше, образования у них не больше, так, времени свободного у них не больше и так далее. А вот это преимущество и предлагается им использовать для ведения политической деятельности. Вот почему, товарищ Алексей, это вам уже как партийство задание, почему от этого преимущества вдруг надо отказываться? Ну, если оно есть, оно природой, вот так сказать, прогрессом заложено. Вот и все в этом плане. Мы предлагаем это преимущество, объяснишь ты потом нам на политзанятиях. Мы предлагаем это преимущество использовать, может быть, не таким образом, как нашел, а использовал в 905 году. Вот он говорит, слушай, оно же меняется, и сейчас действительно трудно, а есть там. Торский пролетариат этим очень капрефа осадачен, да? Стало меньше, меньше стало непосредственно заниматься материальным производством, а больше занимаются в сфере услуг там еще где-то, и прочее, прочее, ну и так далее, и тому подобное. Но, все-таки само зерно, что вот эту организованность надо использовать, и прочее, оно остается. Тогда, когда вы говорите о профсоюзах, и ссылаетесь на детскую болезнь любезны, вы маленько неправильно, так сказать, или вводите товарища в заблуждение, которые давно читали, сейчас пойдем ко мне будем смотреть. Почему? Потому что там речь идет о осуществлении экономической политики, и в том числе о связи власти через профсоюзы с производствами, которые преступно теряют. А строить саму власть через производство, через профессиональные союзы, и это неправильно, потому что вы ее, так сказать, по отраслевому признаку будете выводить, и, так сказать, не достигаете цели. Понимаешь, это разные вещи в этом вопросе. Поэтому я, так сказать, еще раз всех призываю, вот на самые простые вещи, на том, чтобы организованность людей использовать, и их самих научить использовать, и понимать, для ведения политики. Сегодня речь идет еще не о построении власти, а только о борьбе за самые вот эти самые простые. Зарплата, рабочее место, права профсоюза, уважение к себе. Вот тот же вопрос, с которым мы проходили, борьба за повышение зарплаты, метод дам приближения ее к расчетной стоимости там рабочей силы. Вот в условиях рынка. Вот мы свою организованность должны использовать точно так же, как капиталисты, чтобы попробовать на свой товар установить свою, так сказать, там, но если не монопольную, хотя бы достойную какую-то цену. Вот о чем речь идет в этой борьбе. А уж если мы говорим о революции, то вообще вроде другого пути нет. А как, если мы их не поднимем? И наоборот. Если бы все сантехники Питера вместе, так сказать, были объединены, собрались, то мы бы перекрыли бы задвижки, и в дерьме бы, так сказать, Смольный не сочтите за экстремизм. А снегом засыпется. Спасибо, Виктор Аркадьевич. Занятие пошло. Удачи. Спасибо. Следующий четверг плановое занятие. Товарищ ректор обращает внимание, что план занятий в газете за права, за рабочее дело на четвертой полосе изложен, поэтому рекомендую взять и пользоваться. Все, всем спасибо. Первые советы, вообще-то, были в 1871 году. Не, 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 не. Но они начали... Слушай, это я... Нет, вот я не... За первые советы Ирьяна спорят ребята из Алапаевска, из Свердловской области. У них упоминается... Но с точки зрения того, что именно власть над регионом и вот с этими управленческими функциями, а не просто название. Это, конечно, надо за Иванов своим признавать. Это интересная история, да, мы круче. Запивай! По России в залог пошел, да Николай с ума сошел. Ра-ля-ля-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля-ля... Ра-ля-ля-ля-ля... Субтитры создавал DimaTorzok